Всем привет! Меня зовут Дмитрий. Добро пожаловать на канал Уроки Вордпресс. И в этом небольшом видео мы разберемся с тем, как добавить функционал приема донатов на ваш сайт, блог, интернет-магазин или любой другой вид сайта. Мы будем пользоваться кошельком U-Money. Я думаю, что с регистрацией у большинства из вас не должно возникнуть никаких проблем. Статья, как обычно, на тему данного видео будет в описании. Ссылку можно найти. Там можно ознакомиться в этой статье с примерами, с какими-то шаблонами, с интересной какой-то информацией. Поэтому, если собираетесь создавать что-то подобное, обязательно пройдите и почитайте. Не забывайте также поставить лайк под видео и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. Приятного просмотра! Итак, в первую очередь для добавления формы приема донатов нам нужно перейти на сайт U-Money. После регистрации у нас доступен вот такой вот личный кабинет. Здесь у нас есть какая-то информация о кошельке. В моем случае это идентифицированный кошелек. Есть разница, о ней можно прочитать на сайте U-Money непосредственно. Если коротко, то это идентифицированный кошелек. Я идентифицировал себя как личность с помощью документов. В принципе, это нормальная история, здоровая для кошельков. Много где такое есть. Для того, чтобы создать форму, нам нужно перейти в сбор денег в меню. И здесь есть несколько вариантов. Мы выбираем формы и кнопки. Здесь, в свою очередь, есть три варианта добавления, скажем, некой формы приема донатов. Первая форма – это кнопка. Здесь можно изменить только назначение платежа. Оно будет показываться пользователю перед оплатой. Можно изменить сумму. При этом пользователь не сможет ее менять, к сожалению. И что можно изменить кастомно – это выбрать одну из четырех надписей текста на кнопке. Свою, к сожалению, нельзя добавить. Кроме этого, также можно получить деньги тремя разными способами. Здесь они указаны. Можно поставить галочку напротив нужного. Дальше у нас идет форма. Это то, что мы будем использовать непосредственно в этом видеоуроке. Здесь можно уже вписать заголовок. Например, прием донатов. Сумма подсказки. Видим, что здесь она немножко по-другому называется. И это сумма подсказки. То есть здесь человек уже сможет вписать свою сумму. Вот таким вот образом. В это поле, в этот input. Дальше мы также можем изменить текст на кнопке. Те же самые четыре опции. Нет кастомной. Дальше, опять же, есть способы перевода. Форма кода. К ней мы попозже вернемся. И также есть еще кастомный вариант. Это вариант для разработчиков. Здесь, если хотите, можете поразбираться. Если не хотите, можете добавить вариант, который я буду использовать в этом уроке. Еще раз, да, повторюсь. Форма для разработчиков позволяет настроить внешний вид и несколько полей опциональных для вашей формы. Это актуально, если вы хотите придерживаться общего дизайна, общей концепции вашего сайта. В моем случае это не имеет большой роли, не играет. Да, мне кажется, что знакомый уже какой-то виджет людям будет понятнее видеть. Они с большей вероятностью ему поверят и с большей вероятностью отправят какие-то донаты на развитие проекта. Ну, например. Давайте укажем сумму там в 200 рублей. Пусть будет вот такой вот призыв у нас. Понравилась статья, помогите проекту. В принципе, здесь все. Теперь копируем код. И изначально была идея у меня вставить в сайдбар статьи наш прием донатов. Но по ходу дела я подумал, что, ну, наверное, немножко более логично будет вставить его после статьи. У меня есть такая возможность, есть соответствующий плагин. То есть, в принципе, мне не придется здесь кастомно ничего подстраивать, настраивать. Могу просто перейти в админ панель. Открыть Ads Placer Pro. Блог после контента. Просто вставить сюда код получившийся. Давайте посмотрим, что у нас выходит. Опять же, вот одна из моих последних статей. И видим, что у нас появился на сайте наш виджет донатов. Но есть, скажем, одна небольшая настройка, которую можно здесь кастомно применить. В общем, как бы изменить не получится этот виджет. Да, то есть, нельзя там цвет кнопки поменять, border radius там или тень внизу убрать или еще что-то подобное. Но можно показать его, по крайней мере, во всю ширину вашего блока, да, чтобы это немножко более аккуратно выглядело. Возвращаемся к нашему коду. И здесь у нас есть ширина. Поскольку я не помню точный размер, ширины статьи. Ну и плюс сайт как бы адаптивен, да, то есть он растягивается. Имеет смысл написать 100%. И видим, что наша форма теперь показывается на 100%. Особенно это актуально, если мы впишем чуть более длинное описание. Оно может быть и в два раза практически длиннее. Есть ограничения по количеству символов, но тем не менее. В этом случае текст будет показываться до конца формы. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Если видео было для вас полезным, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok